Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки» и ее ведущая Наталья Казынцева. Вопросы молитвы и ежедневного молитвенного правила важны и актуальны для каждого христианина. Но зачастую в молитвенной жизни большого числа верующих людей присутствует многолетнее невнимательное вычитывание утренних и вечерних молитв. Правило совершается без участия ума и сердца, из-за чего развивается неумение внимать и церковные молитвы. А в конечном итоге любое духовное делание остается бесплодным. На этот серьезный недостаток обращает внимание читателей доктор богословия Протерей Владислав Свешников в своей новой книге «Молитвенные зовы утра и вечера», вышедшей в издательстве Сретенского монастыря. Автор книги «Молитвенные зовы утра и вечера» Протерей Владислав Свешников – доктор богословия, долгие годы бывший профессором нравственного богословия в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Хорошо известен читателям. О молитве он говорит, что она считается наиболее универсальным духовным деланием всякого верующего в Бога человека, тем более верующего во Христа, тем более православного. Молитва всякая, как личная, келейная, так и общественная, церковная. Но на страницах этой книги священник раскрывает причины псевдомолитвы, а также предлагает читателю произвести ценностную переустановку, понять глубокий смысл молитвенных текстов во всем их объеме, чтобы научиться истинной молитве, личному обращению к живому Богу. В предисловии автор отмечает, что предложенное в книге «Знание об объекте, содержание и акте молитвенного делания» в его идеале и в конкретной осуществляемости открывает возможность простого и осязаемого понимания того, что реальность далеко отстоит от идеала. Большей частью вопрос заключается не в том, что при чтении молитвенного правила не хватает простой собранности и внимания. Главная причина несовпадения направленностей традиционных молитв, принятых в православных текстах, с ценностными этико-психологическими установками современного человека состоит в земных склонностях века сего, определяющих современные личностные жизненные смыслы. Требуется глубокая внутренняя ценностная переустановка представлений человека, живущего вполне земными ценностями и соответствующими личными склонностями, обусловленными, как правило, исключительно психологическими факторами, чтобы прийти в конечном итоге к обновленному, подлинно христианскому сознанию и жизненному устройству, включающему и молитвенный опыт жизни. «Не сообразуйтесь с веком сим, — говорит апостол Павел, — но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Автор отмечает, что едва ли было бы целесообразным богословски-скурпулезно рассматривать в этой книге все подробности текстов утреннего и вечернего молитвенных правил. За небольшими исключениями в них почти все и почти всем понятно. Но, увы, многим это «почти все» представляется довольно устаревшим и несколько скучноватым. «Это все не мои слова», — скажет или лениво подумает об этих молитвах иной читатель. Ведь он помнит их почти наизусть. Но вот, правда, толку от этого никакого. Остается в сердце пустая и бесплодная мертвичина. Наверное, правильным был бы такой подход, при котором среди множества слов, произнесенных языком, хотя бы некоторое их количество, например, поначалу всего пять, остро входили в живую ткань сердечного ума или умственного сердца. Для того, чтобы прийти к обновленному, подлинно христианскому сознанию и жизненному устройству, включающему и молитвенный опыт жизни, по словам автора, требуется и специальное внимание к общепринятым молитвословным текстам, чтобы органично усвоить их содержание и смыслы. Не все в них просто и очевидно. И кажется, говорит отец Владислав, нет нужды специально заострять внимание, например, на тех молитвах, которые всегда и дома, и в церкви предшествуют всякому молитвенному правилу. Необходимость сердечно всматриваться почти в каждое слово, каждые молитвы вполне очевидна. И утром, и вечером, и в любое время дня, когда совершается во всей своей полноте какое-либо молитвенное правило в Духе Божественном, оно должно начинаться с прославления Бога. «Слава Тебе, Господи! Слава Тебе!» Ведь если творению предстоит Творец, и переживание Творца для Него в Его сердце мёртво с самого начала, то едва ли эта мертвенность сумеет ожить в дальнейшем сердечно-умственном переживании славы Божества. Если общепринятое прославление не переживается молящимися личностно в напряжённом осознании величия Божия и радостном поклонении Ему, то, скорее всего, и дальнейшее воспроизведение молитвословий будет осуществляться без должного внимания ко всему, что произносится. Таким образом, прежде всего, необходимо настроить себя в духе прославления Божества. Иначе беда. И только через покаяние можно будет возвратить себя в верное переживание прославления в обычном духовном строе жизни. Только в таком случае и может совершаться молитва Духу Святому Царю. А вот последняя молитва вечернего правила, по словам автора, не требует комментариев. Потому что в качестве завершения молитвенного правила, предлагаемого Православной Церковью своим верным чадом, следует то, что по существу не является молитвой и называется исповеданием, то есть кратким рассказом, имеющим характер простого, неупорядоченного перечисления грехов. Их систематизация, собственно, и не предполагалась как задача. Список грехов должен лишь помочь грядущему коснуть человеку, чтобы он припомнил этот негативный материал, который может привидеться и во сне, и дал ему своевременную и верную покаянную оценку. Но, обращаясь к другим молитвословиям, нам, по словам автора, нужно приложить труд для личного усвоения каждого слова, как переданного Святыми Отцами наследия, и одновременно, как своего собственного. И для этого необходимо медленно и вдумчиво прочитать тексты молитв, внимательно и сердечно всматриваясь в каждое слово. Тогда, может быть, все утренние молитвы будут открывать для нас начало новой жизни, а вечерние оказываются последним вечером земного бытия и итогом всех духовных предначертаний перед началом иного бытия. Сим и завершается покаянная подготовка к вечности. И тогда, может быть, каждое утро и каждый вечер при чтении правил будут сказаны хотя бы пять слов умом, что в соответствии с рассуждением святого Павла лучше, чем тьма слов языком, заключает протерей Владислав Свешников. Книга «Молитвенные зовы утра и вечера» призывает нас внимательнее вглядеться в каждое слово привычных молитв, неспешно вдуматься в их смысл, чтобы при последующем чтении молитвенного правила мы в полной мере понимали слова, обращаемые к Богу, и ощущали истинную радость от молитвенного общения с Господом. Книга протерея Владислава Свешникова будет интересна тем, кто хочет переосмыслить и исправить свою молитвенную практику, и тем, кто только начинает свое молитвенное делание, чтобы с самого начала усвоить буквальный и богословский смысл молитвенных текстов. Дорогие друзья, эту книгу и другие издания, о которых мы рассказываем в нашей программе, спрашивайте в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Я с вами на этом прощаюсь и желаю интересного и полезного для души чтения. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова